Ложиться до 23 часов. А если я лягу и не засну? То есть, во-первых, должна быть тёмная комната, никаких гаджетов, нельзя не читать, не слушать аудиокниги, убрать все девайсы, где-то часа за два перевести все свои телефоны на ночной экран, когда голубой свет глушится и переключается экран на жёлтый, и начинает подсвечиваться жёлтым. Есть такие программы в интернете, и для всех моделей телефонов всё это можно найти для компьютера, когда переключаешься на жёлтый свет экрана. Что помогает уснуть? Если не такая уж тяжёлая ситуация, чтобы использовать снотворное, или человек всё-таки считает, что может попробовать без снотворного, значит, мы идём на такие препараты, как триптофан. Это аминокислота, природная аминокислота, содержится во многих продуктах, но есть и сразу готовые препараты триптофана. Потому что, например, много достаточно молочных продуктов, но не все можно молочные продукты из-за непереносимости или из-за склонности к слизеобразованию на ночь не всем можно. Поэтому есть такой препарат, как 5-гидрокситриптофан, 5-HTP, и вот его от 50 до 100 мг принимают перед сном. Обязательно пантантеновую кислоту, витамин В5, либо В-комплекс принимают. Обязательно магний идёт. Обязательно магний должен быть в хилатной форме. Это может быть магний в виде цитрата, если человек склонен, например, к запорам, и вот у него есть определённый метаболический синдром. Если у человека уже есть инсулинорезистентность, лишний вес, диабет или преддиабетическое состояние, то это должен быть магний таурат. И вариант, например, для детей подходящий – это магний глицинат. Обязательно на ночь включается вместе с магнием кальций, цитрат, тоже он помогает расслаблять. Витамин С во время ужина применяется. И такие травы, которые детям можно с того момента, как у них начинается прикорм, то есть они очень комфортные для любого возраста, и для кишечника, и для нервной системы. Понижают возбудимость. На первом месте стоит тулси. Это чай из священного базилика, просто сушёные листья священного базилика. Называется тулси. Аюрведические чаи очень действенные. Анис, мелиса и ромашка. То есть можно делать сразу себе целый сбор. Всё вместе. Учитывая это всё, отключая все эти экраны, не делая никакой активности большой, отключая себя всеми способами, пробуем с трав, не помогают травы, добавляем, значит, трептофан, добавляем магний, добавляем фантантеновую кислоту. Это как вот основа. То есть всеми способами мы укладываемся спать до 23 часов и стараемся не просто лежать, а заснуть. Даже если человек, ёка, не может заснуть, даже выпив снотворное, а так будет вначале, всё равно не крутиться, не доставать книжки, лежать, пусть мысли будут, пусть они будут суетиться, толкаться в голове, следить за ними, думать их, лежать, но не вставать, не начинать делать дела. То есть вот это очень важно, потому что мозг в любом случае отдыхает, и самое главное, нервная система в горизонтальном состоянии расслабляется, переучивается к новому образу реакции. Это очень важно. Надо дать ей время. Есть ещё такой вариант, как использовать мелатонин. Я думаю, многие о нём сегодня уже слышали, да, о мелатонине. Он тоже помогает уснуть, особенно он помогает, если возникает такое острое состояние хронического стресса в результате, например, перелёта. Вот люди конституции вата, я стараюсь как бы избегать, да, в своих лекциях терминов аюрведических, или специфических медицинских, чтобы мы не увязали в этих терминах. Но так вот, есть конституция людей, которые очень возбудимы изначально нервно. Они худые, они сухие, они такие все подвижные, быстрые, суетливые периодически. Вот у них очень быстро они уходят вот в эту фазу, острую фазу хронического стресса. Им достаточно перелёт перенести, и всё, они уже с атопическим дерматитом, да, уже со сбитым стулом и с тремором рук. То есть это мгновенно происходит. Вот им желательно добавлять, не дожидаясь мелатонин. То есть как прилетели в другое место, сразу на ночь выпивается мелатонин. Мелатонин бывает двух видов. Бывает быстрого высвобождения, бывает медленного. В каком случае, какой нужно использовать. Если человек, если он просыпается практически там каждую ночь или три раза в неделю и чаще в два, в три, в четыре часа ночи, то есть он уже изначально находится в фазе такой истощения надпочечников, у него кортизол взлетает ночью с двух до четырёх ночи. Вот если он находится в такой уже фазе, запущенной, то он должен принимать за 30 минут до сна мелатонин с медленным высвобождением, то есть который будет в течение 6 часов высвобождаться и перекроет с собой вот эту фазу пробуждения. Всем остальным, кто спит ночью крепко, но сложно заснуть просто, можно принимать мелатонин с быстрым высвобождением. Дозировка подбирается индивидуально, начиная от полграмма, даже от 250 миллиграмм, и дальше, допустим, можно взять таблеточку в один грамм, разделить её на 4 части, попробовать с четвертинки и дальше добавлять до той концентрации, которая будет для вас однозначно клонить в сон. И если вот использовать мелатонин в сочетании с трептофаном, то это даёт очень хороший результат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok